Дом быта Пылесос. Встроенный пылесос. Что это такое? Даже самый современный традиционный пылесос, оснащенный многоступенчатым фильтром, имеет существенный недостаток. Чтобы работать, он вынужден многократно прогонять через себя воздух убираемого помещения. На выходе мы получаем насыщенный вредными микрочастицами пыли поток, который подымает вверх пыль с еще не убранных поверхностей. Настоящий круговорот пыли в квартире. Но решение проблемы есть. О нем подробнее в нашем сюжете. Уборка квартиры каждый раз оборачивается настоящим стихийным бедствием. Мало того, что пусть и не слишком тяжелый пылесос приходится таскать за собой, он еще и шумит, как реактивный самолет. А толку мало. Прибор лишь поднимает пыль. Изменить взгляд на еженедельное неприятное занятие поможет встроенный пылесос. Он устанавливается стационарно и при уборке не мешает вам. Вам не нужно его носить за собой, вы его не слышите, не видите и не дышите той пылью, которая при уборке обычным пылесосом возвращается обратно в помещение. Встроенный пылесос состоит из нескольких компонентов. Центральный силовой агрегат, одновременно сердце и мозг системы. От него во все комнаты прокладывается трубопровод вместе с кабелем, который играет роль нервной системы. На выходе трубопровода устанавливаются розетки-пневмоклапаны. Пневмовыхлоп необходим для вывода пыльного потока не в помещение, а на улицу, спасая наши легкие от вредной аллергенной пыли. Некоторое сходство с обычным пылесосом все-таки есть. Сменные насадки и обыкновенный шланг – видимые детали встроенного пылесоса. Для начала работы необходимо просто воткнуть шланг в розетку, и можно начинать уборку. Силовой агрегат обычно устанавливается в подсобном помещении, на балконе или в подвале. Мы рекомендуем при установке силового агрегата, чтобы помещение было изолированное. Например, на балконе рекомендуется остекление. Если нет такой возможности, можно сделать какую-то нишу, чтобы это закрывало агрегат. Количество розеток определяется из расчета 1 клапан на 30-70 квадратных метров площади уборки. Впрочем, если нет материальных ограничений, розетки монтируют в каждой комнате. При этом можно использовать шланг меньшей длины, что гораздо удобнее. Многообразие цветов и фактур позволяет подобрать пневморозетки к любому интерьеру. Пневмосовок – не что иное, как выход трубопровода в стене на уровне плинтуса. Такое приспособление обычно устанавливается в наиболее загрязненных местах – в прихожей или на кухне. Стоит только подмести к совку сор и надавить на педаль, мусор сразу засасывается. Шланги для встроенных пылесосов изготавливаются из пластика. Если розетки будут размещены в каждой комнате, то длина шланга может быть небольшой. И наоборот, шланги длиной 8-15 метров позволяют от одной розетки осуществлять уборку нескольких комнат. Мы предлагаем два вида шлангов. Это при автоматическом включении. Когда вы вставляете шланг в розетку, система начинает работать. И также есть шланг с включателем на рукоятке – шланг TurboGrip. Вы включаете в розетку и затем уже непосредственно в месте уборки нажимаете на кнопку включателя на шланге. Встроенный пылесос – это тишина и комфорт во время уборки. Уровень шума таких систем не превышает 62 дБ. Для сравнения, уровень шума человеческого разговора составляет 40-50 дБ. Пожалуй, единственное, в чем встроенные пылесосы уступают обычным – это необходимость монтажа. Поэтому об установке системы лучше всего подумать перед началом ремонта. Впрочем, трубы могут быть протянуты вдоль стены без штрабления, а потом закрыты декоративными коробами. Если монтаж системы осуществляет наша бригада, мы предоставляем бессрочную гарантию на трубопровод от засоров. В данном случае она распространяется на весь срок эксплуатации жилого помещения и самого оборудования. А еще встроенный пылесос избавляет хозяина от еженедельной чистки. Достаточно убирать накопившуюся пыль из пылесборника один раз в 5-6 месяцев. Встроенный пылесос поможет вам устранить из домашнего воздуха пыль. Однако для создания действительно благоприятного микроклимата в квартире важно также правильно спроектировать и установить системы кондиционирования, вентиляции, отопления и увлажнения. В общем, есть куда потратить все, что нажито непосильным трудом. Субтитры создавал DimaTorzok